Вторая карта, Немига против Эмпайр Возможно, последняя, что мы посмотрим сегодня в рамках Эпик Лиги, друзья Если Немига не смогут отыграться, то Империя забирает эту серию и идут отдыхать Посмотрим, что из этого получится В драфтах у нас Шэдоу Демон, Войт Спирит, Слардар и Винга Странно, что под Вингу не взяли героя прямо сейчас, потому что Ну, очевидно, что в банах окажется Террор Блейд Но вообще, наверное, Террор Блейда и Медузу я бы на месте Немиги бы забанил Дровку бы я оставил Потому что дровку можно, как мне кажется, не особо бояться Как мне кажется Ну, а забрать Немиги сейчас, наверное, неплохо было бы Какую-то позицию 5, наверное К Спектре Они уже должны видеть линию Слардар-ШД Или это будет Слардар-Винга, или Слардар-ШД Не знаю даже, что лучше Ну, Союж на ШД будет играть, да Забирает Шэдоу Демона И уже, честно говоря, лучше бы Шэдоу Демону не идти на линию к Спектре Просто потому что Оракл будет диспелить яд И Шэдоу Демон вообще никак харасить не сможет Банится Антимаг Лул Тут, возможно, Лина Мид, кстати А ДП-3 Ну, либо ДП-Мид, Лина-4 И еще какой-то герой сейчас должен появиться На месте Empire Уже можно забрать либо Террорблейд, либо Медузу Я бы, честно говоря, не сильно переживал То есть у них уже игра будет здесь Минус Тинни Тинни на предыдущей карте очень достойно играл Ну, Террорблейд подбал Ну, Террорблейд подбанили, понятное дело Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе Подбанили Тузко Интересно Ну, да, я бы на самом деле ДП бы делал 3 И Лину бы ставил бы в Мид На месте Немиги Им нужно... Это хороший герой для Спейса Что-то придумать лучше Типа под Лину 4 Марса нет Слардар в пике у Империи Какой еще там... Ну, Кентавр может Ну, да, какого-то Кентавра В принципе, да Можно что-то сообразить, но Лучше какого-то, мне кажется Сейчас вот Клокерка просто подзабрать И ДП сделать тройкой Смилишного какого-то еще Героя 4-й позиции Вот, ну а Империи Я не знаю, Медуза Надо Медузу брать Я в дровку не особо верю Если честно Тайд Хантера взяли Медуза этот герой ничего не делает Все-таки дровкой решили Поиграть Ну, лады Давайте глянем Что из этого получится Просто ДП как бы идет Пушити на дровку может сесть Тайд Хантер тоже с блинком Может на дровку сесть Спектр тоже может на дровку сесть Многовато героев для дровки Просто может оказаться Как бы она там С какой-то спектрой может бороться А вот когда там спектра ДП и Тайд И еще и там ДП будет под ультом Оракла Вот тут прям Тут прям не знаю Получится ли Но на линии дровка Хорошо должна против Тайда Выстоять В теории Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Оракл у нас со стиками Шадоу Демон С тапком Видимо будет концентрироваться на Том что стаки будет делать Тоже хочет купить себе стики Саюж В смоуке ребята выходят Для того чтобы сделать ВБ Но Оракл этот смоук должен заревелись Встает в очень хорошую позицию Ставится в арт Смог ревелиться Но он Встал бы сюда Он что мяснул столь ледяной стрелой Но все равно заберут ПБ отдают Гринблейду Ну я повторюсь Я бы лучше бы поставил бы Шадоу Демона на легкую линию Просто чтобы Оракл не диспеллил яд Хотя на легкой линии там типа пытается С Кракеншеллом Но у него там большой Лимит По проку Дровка с Вингой на линии Кстати хорошо сочетается Тоже может Все таки это не так хорошо Как может мне показаться Ладно Так По рунам у нас Кажется 3-1 Немига забрали только одну Дизрапшин на первом уровне Качает Шадоу Демон И пока у нас вырисовывается Ну вот в топе именно Трипла против Триплы Не знаю зачем Лина Как бы Или там Оракл бежит дальше Как бы убить они Ну даже если смогут Но это не будет Ферзблад Как бы этот фраг Который они сделают здесь на линии Он не даст прям большого преимущества Вот Слардар сейчас в боте Он как бы кайфанет Поэтому лучше сразу порталиться на бот Что в общем-то Ораклы делает Шадоу Демон сюда бежит пешком Шадоу Демон просто не особо помощник Если честно Странный какой-то был краш Слардара Я чуть не понял Что это было в общем А почему он ТП не сделал За что у Демон Тут рейнджа потеряли Рейнджа потеряли Кэмп не заблочили Не знаю Не понимаю Жалко что ли Типа было ТП нажать Пытается помешать Отпулить Саюш Вторые лвла Сейчас должны быть У Немиги здесь Под крипами еще очень Ага Так Второй лвл у Слардара Оп Оп Ну добить Лодина не получится Саюш сам достаточно много урона получил Можно попытаться отойти Сейчас лесок постакать Ну либо вот этот кэмп Выпулить Застакать Да Так и есть У нас Слардара тоже здесь выезжает Слардар докупает себе ресурсы Ну и начинается Такая возня прям на линии Нейтралы Борются с крипами Дайр С крипами Рэдиант Скиллы летят туда-сюда Ну в общем такая линия Интересная получается Здесь у Ребят Можно будет сюда потом заглянуть Пару раз Что там вообще будет происходить Немига в топе Пока Стоят достойно Тайт 10 крипов Дровка 8 В боте в итоге у нас погибает Шедоу Демон Он пытался убежать от ножа Но нож его догнал Нож такая штука Он Обычно догоняет Игроков Которые пытаются от него убежать Но если вы вспомните Как начиналась предыдущая игра Так А это что тут произошло Пытался Слардар Вместе с Шедоу Демоном Напасть на спектру Но ничего не получилось Там были стики Третий лвел А здесь уже у Немиги Два фрага Имперцы отдают На своей харде Ну потому что Шедоу Демон Вот как бы Шедоу Демон Четверка Это в принципе Персонаж Такой не особо Эта четверка Такая не особо полезная То есть если мы возьмем Например Четверку Какого-нибудь Эр Спирита Который Ну там например Стоит на лайне С каким-то милишником И там Два милишника Ничего не могут Например противопоставить Ну там Террор Блейд Например Нажал Метаморфозу Да Типа Ты ничего не можешь Вот Ну или там Андайн Какой-то Да Который Дикеями Не дает тебе играть Там Спирит Может Выкатиться Как-то Крипов Выпулить Может Что-то Там Придумать По поводу Того Чтобы там Как-то может В мид выйти Попозже Шадоу Демон Он как бы И на линии Ничего сделать Особо не может Против такого Диспела Ни крипов Выпулить Нормально не может Ни в мид Прийти тоже Особо не может Вот Поэтому Тут неудивительно Что как бы Ребята будут Втерпливать Хотя линия Оракл Плюс Спектра Она против Практически Любых комбинаций Со Слардаром Терпит Слардар плюс Лина Слардар плюс Бабка Слардар плюс Я не знаю Какой-нибудь Дарк Виллоу Слардар плюс Феникс Слардар плюс ЦМка Там что-то Что-нибудь такое Вот Я не говорю о том Что типа Шадоу Демон Это отличный герой Это просто прекрасный герой Вот конкретно здесь Для того чтобы играть Против Спектры В перспективе Аганим на Шадоу Демоне А он четверка У него должен быть фарм В этой игре Аганим будет просто Ломать игру Спектре Вообще кардинально Вот Но Понимаете в чем дело Как бы линию-то Эту можно было бы В салат выиграть А пока получается Что Спектра здесь качается И вот тут на развороте Ребята пускаются Под крипами Бить Петушару У Петушары Остается очень мало здоровья Используется Дизрапшн Чтоб еще пару тычек Спектра там не выдало Вот Ну и Главное чтобы сейчас Сюда рейндж не сагрился Вот как-то на вот этих вот крипов Нет Все-таки сагрился Ну тут ладно Два рейнджа По идее как-то будет фармить Баунти руна Саюж Подстакает эншей Давай яд Ага Хорошо Дизрапшн Здесь в Оракла дать Не получится Как у нас на миде дела Воет Спирит Уворачивается От Крипт Сворма Активирует Руну двойного урона Выходит на мид Вообще если он получит Шестой уровень Он с двумя Астрал Степами Может по идее убить Пропивает Боттл Не перекладывая при этом Нуль Талисман Еще один Крипт Для шестого Но тут тоже Ну шестой Как бы уводит Спирит И если он будет зададем Он может убить Реально Раз Два Ремнантом промазал Но все равно А я ведь Ну Надо было подождать Окончание дабл дэмона Очевидно В топе Пытается убить Вингу Пытается подрезать Тайда Немножечко Прохарасить его В боте погибает Все-таки у нас Оракл Как-то там Смогли до него добраться У Спектра Не так много здоровья Осталось Ой, ДП сейчас с ультимейтом Будет пытаться пушить вышку Тут бы помощь какая-то Не помешала ШД подходит под мид Астрал степ Погибают крипы Пытаются подхарасить ДП Здесь Лина подходит Попадают станом Неплохо Хороший дизрапшн Чтоб астрал степ Астрал степ Есть Но А, у Оракла У него первый спелл был в КД И у него еще нет пятого уровня С пятым он бы, наверное, подрезал бы Водь Спирита Винга тоже телепортировалась На центр И В итоге дровка сейчас одна в топе Но Тайд ей ничего не может противопоставить У Спектра скоро шестой У Тайда скоро шестой Может быть под ревадж хаунд Можно что-то с Дроу Рейнджер будет сделать Пропивает Спектр в ласку В топ телепортируется Водь Спирит Будет попытка выйти на Тайда Давайте посмотрим, чем это кончится Хочется, конечно, именно Тайда убить Анилину Можно попытаться, кстати, Элину схватить Замедление от мультишота Замедление от Астрал Степа небольшое Что по Ремнанту Ремнан в КД Уворачивается от стана Гвинблейд Третьим сплом добьет Нет, смотрите, как я добил Ремнан Добивает просто руками под Ремнан В топе, правда, Аркин Руна спавнится Которую не подконтраливает вообще никак Фласку пропивает Петушара Подходит Союз, использует Disruption Краш Тычка, тычка Минус Oracle Пытается напасть на Спектру На Спектре три стака Четыре стак Ай, не попал Не попал четвертым стаком Но пытаются все-таки задайвить здесь За Спектр И не попадает Союз еще один стак Но все равно Спектр забирает Тейнкрат приходит Пытается убить Но не справляется Своими сифонами здесь Он с Лордаром Тут уходит Телепортация и на базу Остается в живых Давайте переключимся на Нетворса ПТ на Спектре Телепортация и на Спектр Десятая минута Баунти руны Надо контролить Тайду придется вышку в топе отдать Скорее всего Сюда некому приходить Из команды Empire Чтобы как-то эту вышку задефать Что у нас по рунам Да, Гвинблейд забрал Руну Невидимости Нормально Под катапульту хотят Казарцизмом выйти Если чем это подефать Скиллов то нет особо Союз вроде бы как рядом Террорами спамят Винга Казарцизм пока не жмется Но придется его нажать Вышка падает Главное в этот момент Максимально эффективно Использовать время Которые не мига тратят Для того чтобы Эту вышку спушить Но сюда приходит Смайли Найт И сюда телепортируется Слардар Пытается резко убить ДП Но у Ораклы Шестой уровень Развели на Реведж Который кстати говоря Был просто Мега плохим Забрали Лину Свапнули Ораклы Ораклы тоже должны Убить здесь Хорошо Свапнули еще Ну и имперцы Просто разваливают Ну я не знаю Че как вот после Ну Спектра даже Хаунд не пыталась нажать Этот момент Нельзя было проваливать Снимение Увидели Тайда Там помигали на него Парни парни Тайда А кстати А че это за худ На Тайде Что-то ей невразумимо Минус Винга За Хаунд Пытается здесь Сделать фраги Тайда убили Погибает в итоге Еще и Лина В очередной раз Спектра пытается Отступить Петушара Вешает Коррозив Хейзы Оракл может Сдиспелить их Но с двоих Сдиспелить их Будет достаточно Проблематичный Мало того что имперцы Ух Вод Спирит Врывается Второй спелл На себя вешает Оракл Но это не спасает От Вод Спирит Вот этот момент Немиге Будет стоить Игры Скорее всего Сейчас Потому что Они Ну то есть Они вышли С первыми ультами Первые ульты На вот таких героях Их крайне важно Реализовать нормально В противном случае Ну тяжело Становится Темп держать В игре То есть Медвышку не спушили Ограничить фарм Дровки Будет слишком сложно Смог Смог Нажимают рейтинг Куда-то собираются идти Без скиллов Блэдмейл Появляется у Спектра Пурш Пошел на Лину От Пурша Если что Вообще Ничего не спасает Пурш Это пьюр урон Второй Оракл От него не спасает Ульт От него тоже не спасает То есть ты будешь все равно Очень сильно замедлен Для Саюша Shadow Demon Это короночка Прям Если что То есть он прям Максимально понимает Как на этом персонаже Нужно играть Вот Ничего удивительного Что он здесь просто Разруливает Сделали иллюзии Сдровки Продолжают Наваливать По вышке Имперцы Весьма бодро Линза появляется У Шедоу Демона Теперь проще Будет кидать спеллы Хантер Медальку купил У него планируется Солар Крест Ну Солар Крест Это уже более грамотное решение Если честно Как бы Тут непонятно вообще Зачем ему нужен Подцепили Лина Убили Без шансов Просто 0-5 Лина Играет 0-5-0 Четвертая позиция У команды Немига Не идет игра совершенно Увы Шедоу Демона Телепортируется в топ Хотят подцепить Тайда У Тайда есть ревадж Там по идее Все ульты есть Я бы на месте Импайр Себя бы Не стал здесь переоценивать Все-таки В хорошей позиции Немига еще могут подраться Аганим Уводит спирита Петушара Врывается вперед Пошел Экзорци А ревадж Выкупается спектра Использует хаунд Минус лордар Прыгают на дровку Дровка начинает терпливать Гвинблейд там просто Всех унижает с Аганимом Дизрапшинг пошел В спектру Гвинблейд кажется живет Нет Все-таки его Лодин добивает Дровка с лоу граунда Начинает стрелять Под аурой Винги Солнышко загорелось В красном скорее всего Энкрат тоже погибнет Сайленс Блейдмейл Блейдмейл бить не хочется Минус ДП Тычки летят Тычки не мажут У дровки Ну так получается Что с лоу граунда На хай граунда Они не мажут Спектра умирает 56 секунд После байбэка Она отправляется Ну я не знаю Тайд не дал ревадж просто Типа Тайд дал бы ревадж Драка могла пойти Совершенно по иному сценарию И сейчас он телепортируется Сейчас его прячут Ну кажется Здесь уже нет особого желания У имперцев сражаться дальше Они просто отпускают Этого Тайда уходят Ну и все После этого Мне кажется Говорить о победе Для команды Немига Уже Уже было бы Как минимум странно Ну вот Потому что видите Они даже с фул ультами В супер мега крутой позиции Нормально не смогли подраться Лину еще убили В очередной раз Жестко Где-то у нас там еще и Оракл погибает В боте прям Ну там Слардар с Вингой Играют уже Свапает просто Видимо Хотя тут не свапают Просто гнали Подцепили шедоу демона Хороший фраг Кстати для ДП ДП с аганимом Я возьму это Что-то Это кракеры В дайер Топ-тавер? Играет музыка Союз дальше хочет выходить в даггер Несмотря на то, что играет против спектры Можно подраться еще раз имперцам Как-то выйти в сволки И после этого просто пойти на Рошана Забрать его, закончить игру Просто так Рошана форсить Довольно опасно Катой, это будет как на предыдущей карте Когда там вышли просто под андерлорда Немига Дали свои кнопки Егис украли, всех убили Играет музыка Играет музыка Хороший блин от Слардара Увернулся он и от сетки, и от гаша Как же больно Тайду Но он уже реально не может терпеть То есть Кракеншел его спасает от дизейблов Но за один мультишот Или как он там называется За один мультишот его просто нереально пробивает Слардар находит Оракла Пытается уйдеть, не может Жмется Глоссцептер, жмется Ревадж В этот раз неплохой Прыгает у нас за Слардаром Спектра Третью позицию имперцы потеряли Гвинблейда тоже должны сейчас забрать Ну и здесь, да, имперцы должны будут отступить Потеряли они две ключевых позиции Баунтируны, наверное, позабирают еще в боте Дровку здесь Наваливает хороший Сайланс Как-то себя переоценивают Судя по всему здесь игроки команды не мига Тайд бежит вперед Забирают все-таки Вингу И нет, нет, все в порядке Смогли забрать героя Правда, Смайли Найт уничтожает каким-то образом Да где она вообще умерла? Что? Мультишот опять там заработал? Я что-то не заметил Что произошло? Я в последнее время вообще ничего не вижу на карте Да, я немножко, ну, типа болею Но я бы не сказал, что я прям плохо себя чувствую Странно Так, в миде еще выходит у нас дровка Пытается пробить здесь Тайдхантера Слардар прыгает Краш Срабатывает Кракеншел Вешается Коррозив Хей Срабатывает Кракеншел еще раз Но Тайда уже здесь не отпускает И Смайли Найт делает очередной фраг 6-0-10 у него стата Очень-очень хорошая Ну и сейчас, учитывая, что Хаунд в КД Экзорцизм в КД Реведж в КД Просто идем Рошана забирать И все, как бы Заканчиваем Ну как, ну В смысле забираем Рошана и все И соперник с этим поделать ничего не может Слышно? 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И в конце концов Тавер падает Манта появляется у Спектра Это очень важный момент Это очень хороший предмет для Спектры Смайли Найт Саегисом его можно свапнуть, если что Но не успевают А БКБ-то у него нет А Ревэш-то сейчас будет? Надо тайминговый только дальше, чтобы Инга не свапнула Инга отходит подальше Свапает в конце концов Смайли Найт А Смайли Найт должен будет очень быстро умереть 50 секунд без кэри играют имперцы Экзорцизм... Я не знаю, это очень странное решение от империи Зачем они... Зачем они форсят против трех ультов вот эту драку на хэграунде? Там же очевидно, что не вывести Тоже Винга что-то уснула, сразу не свапнула Там как только скиллы полетели в дровку надо было Сразу ее свапать до того, как она Аегис потеряла Ну а так-то понятно уже, что все там Типа сейчас дровка зареспаунится после Аегиса Там надо будет отойти немножечко подальше Потому что Тай даст ревэдж и зацепит тебя Ты уже никак как бы свап не дашь нормально Если тебя зацепят ревэджем Ну и пока там подходил на радиус к Нарт Нам уже дровку настолько нашпиговали уроном Что ты ее там свапай, не свапай И все равно это очень легко забирают Но сейчас нет скиллов, можно попытаться вот сделать то же самое Лина очень глубоко выходит, за это ее должны наказать Спрятали ТП есть ТП есть, не жмет Ну тогда Так сказать Репатриация До фонтана Раз телепорт не жмешь сам Может быть бы выжил, кстати Нажал бы после дизрапшина сразу бтпшку Ну тут у СД, конечно, хорошие слоты Линза, плюс Кеноптик Прям Прям красота Каст рейндж огромный Ну плюс у него На 10 уровне талант есть На Каст рейндж БКБ на дровке появляется Вот как раз этого Блокинг Бара С Майлен Найту и не хватало Нашли Тайда Начинают в него кидаться спеллы Майлен Найkk Что? Ой, да уж. Ладно, небольшое затишение у нас пока. Пока побаиваются в этот раз имперцы выходить так нагло нападать на своего соперника, когда там есть все ультимейты, ставится пауза, дисконнектуется Тайтхантер, ну, бывает такое, подождем немножко. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Курьер на Рошане смотрит, появится он или нет. Если он появится рано, это будет выгодно для Империи. Конечно же. Они бьют на Дайер's топ-тавер. Вод Спирит тоже потихонечку в Шиво выходит. Шиво очень важный предмет, потому что он будет замедлять регенерацию здоровья для ДП, которая раскастовывает спеллы и с аганимом у нее вот эти вот летучие мыши вылетают. Призрачные, которые коцают и при этом восстанавливают здоровье. Вод Спирит находит Аркейн Руну. Хорошая позиция здесь у игроков Импайр. Они на вражеском треугольнике стоят, цепанули. Вингу, вингу забирают. Это выход под Рошана такой был от Немиги. Они не знают, когда он точно спавнится. Тайда пытаются убить здесь. Тайд под Лотусом. Хаунт от Спектры. Шеду Демона пытаются забрать. Пурш на реальную Спектру. Выкупается Шедем. Вроде как пытаются раскайтить, но ДП очень быстро. И с экзорцизмом она с Майли Найта должна здесь похоронить. Дизрапшн? Никак. Убили только Тайда. Но Рошан в итоге не спавнится. Хотят убить Войт Спирита, который со спины там врывается. Очень много урона наносят. Ой, просто жесть. Войт Спирит здесь разваливает всех налево и направо. Но он здесь один остался. Шеду Демон, конечно, может... Спрячь. Ага. Что по скиллам? Диссимилейт есть? Очень долго действует Сайланс. И в итоге Войт Спирита тоже забирают. Да, вот позиция-то была хорошая. Вот здесь. Но тут только три игрока у Империи стояло. Вот. И Радиент в итоге драку выигрывает. В очередной раз. Ну, это чревато последствиями. То есть, как бы, вроде бы преимущество по золоту и экспей не сильно сокращается. Хотя уже вторую драку подряд имперцы летят. Но они там потом после тимфайта как-то аккуратненько, скажем так, камбэкают. Да, там где-то тут герои убьют, там герои убьют. Здесь что-то смогут, там что-то смогут. Там подцепят, там зацепят, убьют. Вот. И получается, что, ну, как бы норм. Вот. По поводу даггера на Шеду Демоне. Вот я что хочу сказать. То есть, в принципе-то, предмет базовый для Шеду Демона. Но. Смотрите, как бы, какая ситуация возникает. Во-первых, даггер тебе не дает никаких опций по активации, если Спектра нажимает Хаунд. Ты не можешь нормально нажать даггер, потому что у Спектра есть Хаунд. Это, ну, вроде все понимают. Вот. Пояснений это не требует. Второй момент. Главная цель для Спектра, это не дровка. Главная цель для Спектра, это Шеду Демона. Если убить Шеду Демона, который не дизейблит тебя дизрапшеном, не кидает тебе пуржи, а потом агонимные пуржи, да, то драку, по идее, ты легко выигрываешь. Что, собственно, и произошло. Там Шеду Демона легко забрали, он там байбэкнулся. Кстати, у Тайда еще реведж есть. Разворачивается драка, нет хаунта, жмется манта. Очень быстро забирают здесь Слардера. У дровки, не у дровки, а у Лины уже есть агоним, поэтому она тут, конечно же, спокойно. Да, реведж. Ой, прям под самый конец Блэкинг Бара реведж попадает. Хороший Сайланс. Жестко начинают дамажить здесь Вингу. Винга должна будет погибать. Есть возможность выкупиться, по идее, выкупаться надо. Появляется хаунт, нападает на дровку, дровка умирает 80 секунд без дровки. И Шеду Демона тоже сейчас... Не, ну не у Даггер будет. Да, он успевает блинкануться, дровка выкупается. Что там по Рошану? Рошан второй появился. Вот, по поводу Даггера. Вернемся, скажем так, да? А вот какая-то опция защиты от хаунта у Шеду Демона отсутствует. Если ты хочешь получить какую-то дополнительную мобильность, то есть ты не хочешь рашить Аканим, ты хочешь получить какую-то дополнительную мобильность по карте, ты хочешь получить какую-то при этом еще вот опцию защиты от Спектры, ну, Форстав можно купить. Как бы Форстав — это тоже предмет, который позволяет с более, скажем так, далеких дистанций активировать скиллы свои за счет того, что ты можешь подальше стоять. Если Спектра юзает хаунт, ты можешь как-то там отойти чуть-чуть подальше. Опять-таки, за счет этого Форстава. Если она на тебя прыгает, ты просто ее прячешь, как вариант. Ну, или Гост, да? Гост — это прям очень хорошая защита от Спектры, но он, правда, не дает тебе мобильности дополнительной. Вот, и ты так смотришь сейчас на этот даггер и понимаешь, что на самом-то деле лучше было бы, наверное, Аканим просто дорашить. Сейчас это очень сильно решает, что Аканима нет. Хочется побольше пуржей и преимущество сейчас за Радиентами уже, безусловно. Они и Рошана забрали, и там Спектра начинает камбэкать. А в каком-то гиперлейте мы прекрасно понимаем, что Спектрата герой посильнее, чем Дровка. Она и поудобнее в плане макроигры, и посильнее в плане вот какого-то очного противостояния, пожалуй. Аканима. 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 Баунти, баунти. Тайт, наконец-то, тоже добирается до блинка. Ну, это забавно, конечно. Тут Тайт 1-7, Лина 2-9. То есть, с такими КДА. Ну, шансы на победу хорошие, конечно, у Немига. Конкретно сейчас. Но если бы имперцы все делали мега правильно, мне кажется, после вот этого момента на миде на 10-й минуте там уже было бы не выиграться. Ну, уже пошел заход на ХГ. Экзорцизм. Посмотрим, получится ли у Немиги пробить защиту имперскую. Аганима у Шэдо Демона еще нет. А, так он тебе... Он начал Лайон Диск делать. А, ну... Блинк плюс Ревадж. Попытка убить Дровку. Дровку очень быстро убивают. Венгая свапнуть не могла, видимо, потому что тоже попала под Ревадж. Айон Диск покупает Шэдо Демон. Выкупается Оракл. Ну и что, отступят Немига? Ну, видимо, да, Ревадж прожали. Только что-то я и не понял. Погодьте. Я правильно понимаю? Они убили Дровку. Им убили Оракла. Оракл выкупился. У них Аеги сыр. И они не сломали сторону. Я вот правильно сейчас говорю? А че так? Не хотят Аеги стерять или что? Ну, там у Спектра мало здоровья просто осталось. Ну, так Оракл выкупился и сейчас придет. Или у него КД... А, у него КД телепорта. Не знаю. Все равно это выглядело как-то странно. Можно уже было там поковыряться. Как-то Смоук активирует Дайер. Это похоже на какую-то отчаянную попытку что-то поменять сейчас на карте. Вообще, может быть, ДПшку схват... Ай, Смоук заревилился. Смоук заревилился. И, ребята... Ну, вообще, я пуржанул бы Шэдо Демон. Чтобы там ни Гост не спас. Не убежать было бы. Я думаю, что были шансы ДП допить. Лина берет себе даггер. Иллюзивание. Иллюзивание. Новые шмотки, левелор, спелл-призм. Кому там что выпало? Спектра с иллюзионист кейпом. Надо сейчас молиться на принц-найф, чтобы иллюзию спектры вот эту вот с иллюзионист кейпа убивать. Лингенцфера уводит спирита. Как-то надо раскащивать экзорцизм имперцам. Не знаю, как они это будут делать. Петушара уходит по речке на спринтах. Аегис еще... А, так нет, погодите, Аегиса никакого нет. Там уже все, Аегис исчез. Не уверен, что стоит драться за эту Т2-вышку. Позиция здесь явно не самая удачная. У Рэддиан тут еще и вард стоит хороший. Который позволит хороший ревадж выписать. Время-то будет нарушить. правильно сделали имперцы, что не стали за этот тавер сражаться. Спектра 24 уровень, плавный выход в нулифайр. Да, с нулифайром будет трудно сражаться. БКБшка тут, БКБшка здесь, БКБшка тут. Если БКБ нажмут нормально, имперцы как-то реводж втерпят, откайтят. Двух саппортов они потеряют, может быть как-то выкупятся. И там уже без реводжа против откаеченного экзорцизма можно попытаться будет спастись. Таймлесс Релик выпадает. Предмет, честно говоря, не самый полезный для команды Эмпайр. В принципе нет у них такого героя, кому этот Таймлесс Релик хорошо было бы взять. Ну, может Шедоу Демона разве что. А Дизрапшн дольше действует с Таймлесс Реликом, кстати. По идее, да. Иллюзион Дюрейшн, Иллюзион Дэмэдж, Иллюзион Дэмэдж Тайкин. Вообще-то, по-моему, такой дырки у него нет такого параметра. Или есть. Не, ну по идее должен есть. А, нет, Банеж Дюрейшн. Напали на Вингу, резко Вингу убили, прокает Айон Диск. Надо как-то спасти Саюша. Саюш прячется. Даггер. Не успевает нажать. Там КД, по идее, было. Под экзорцизмом ребята просто наваливаются. У саппортов байбеков нет. Смайли Найт пытается спастись. Сейчас БКБ закончится. Его подзамедлили. Он начинает под Фонтаном отстреливаться. Под Сатаником очень жестко. Ультует Оракл под ДП. ДП живет. Слардар также под Блэкинг Баром успел отступить под Фонтан. Барак не сломали. Два Астрал Степа пытаются убить Оракла. Оракл в таверну. Чудом БКБ нажимает Войт Спирит. В него вгрызается Спектра. Спектра 25 уровня. Ее пробить очень трудно. Без Аганимного Пуржа Шедоу Демна. Которого в принципе нет. Сейчас наказит. Да и Аганим у него тоже нет. Пытаются пробить Спектру против Дисперсии. Нормальный атак Дровка лупит. Дровка добивает Спектру. Как? Как это происходит? Бегут Дайр дальше. Пытается Инкрат отсюда уйти. У него травола. Он на ДП играет. ДП достаточно быстрый персонаж. Спасается здесь, кажется, Инкрат. И вновь такая глубокая атака от Немиги. Они по итогу... По итогу... Они забрали двух саппортов. Потеряли Спектру и забрали Ренж Барак. Я не знаю, как они умудряются. Но вот прошлая драка они все... То есть в прошлой драке у них Аегис, Сыр. Три ульта мощнейших. Они заходят на ХГ. Все разрывают. Но по итогу они убивают одного саппорта у врага. У них выкупается Оракл. А сторона стоит. А сейчас нет Спектры, нет скиллов. И имперцы просто выходят на Рошана. Или они тогда дровку убили. Короче, ладно. Какая разница? Выходят на Рошана под дабл дэмэджем. Дровка сейчас может апнуть 25 уровень. Дровка аппает 25. Аганим, Сыр, Аегис. Кому Аганим? Вопрос. Вопрос, вопрос, вопрос. А дровки чего Аганим дает, кстати? А, стрела такая жесткая, чтобы стрелять. Ну да, короче, сплэш, рейджовый сплэш такой своеобразный. Как против Пэйла иногда берут. Да. Но империи сейчас на самом деле нельзя торопиться. Потому что, да, спектра 15 секунд до спавна. Но вот... В действительности, в действительности здесь нельзя сейчас стоять. Просто нельзя. Сюда надо уходить срочно. Имперцам, если они хотят выиграть. Так, ДП у нас 25 уровня. Спектра Нулифайр пока так и не приобрела. Оставляет денежки спектра на потенциальный выкуп. Ну, это правильно, конечно. Вот. Ну, что Рейдентам делать? Рейдентам, на самом деле, надо просто один раз хорошо напасть. Я думаю, что Аегис, Сыр и Аганим, в принципе, не особо что-то решают. Вот. Если имперцы думают, что они сейчас здесь, ну, типа супер бойцы на открытой карте, это, ну, далеко не так. Вылетит ДП с экзорцизмом, под реводж, под спектра, под хаун, там саппорты сразу умирают. Они вообще ничего не могут сделать, у них просто нет шансов. Гасты, Глимеры, не знаю, никак они, мне кажется, не выживают, в принципе. Ну, вот, Дровка нажмет БКБ, побегает туда-сюда, покривляется. Ну, по идее, на нее тоже могут навалиться, убить без проблем. Ну, вот, Дровка телепортируется. Ну, вот, поэтому, да, имперцам отсюда, конечно же, надо уходить. Подцепили Слардера, хаунт, Абисал, Блейд. Слардар жмет БКБ, с лапами паучьими уходит, так, а хаунт нажали. А хаунт нажали, а Петушара ушел. У него БКБ через 60 секунд появится. Да, хаунт, это довольно важная способность. Я, честно говоря, даже не уверен, что хаунт это, что реведж более важен, чем хаунт. Хаунт, мне кажется, важнее вот на данной стадии игры, потому что от реведжа еще есть шанс как-то у имперцев увернуться. Ну, нажать БКБ-шки элементарно, да, там, встать в хорошую позицию. А от хаунта как увернуться, я не знаю, спектра нажимает хаунт, всех видит, прыгает на кого хочет. Имперцы поэтому бегут с молки. Они понимают, что им сейчас выгодно напасть. Там нулик появляется, да, у спектры, и таким образом у нее не остается байбэка. И из-за этого спектре до следующего хаунта 90 секунд не рекомендуется вообще, в принципе, куда-либо выходить. Да и команде, наверное, Немига тоже не особо рекомендуется куда-либо выходить. Ну да, вот дровка вроде бы как вот с Аганимом она лупит. Вроде неприятно, но не сказать, что это прям какая-то имба. Ну ладно, нормально, Аганим как Аганим. Просто кому еще его здесь отдать? О, слушайте, а Шедоу Дем... А что Шедоу Демона не отдали Аганим? Лол, вы че? Не отдать Шедоу Демону Аганим в такой ситуации? Он же его не нафармит никогда в жизни теперь. Он же просто умрет за следующих. Ой, блин. Я-то просто думал, они его не отдали ему, потому что он у него уже есть. А его, оказывается, нет. С кучей иллюзий ребята выходят, начинают кушать. Активируется глиф. Смайли Найт ничего не боится. Спектру пытаются пробить. Она под Лотосом, под Соларом. Это очень сложно сделать. Должны считать хаунд. Если имперцы не считают хаунд, они могут здесь заиграться. Дровка лупит неприятно. На самом деле, дровки бы как-то урона побольше заиметь. Хотя тут, наверное, не в уроне дело. Дело просто в том, что ей нужна возможность бить. Просто и элементарно нужна возможность бить. Эйги скоро пропадает. Продолжение следует... Еще одна пауза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Обновляется игра. Поехали, смоук нажимают А, это Нинджи Гир Надо, кстати, какой-то новый Другой какой-то звук сделать для Нинджи Гира Немножко Сводит спирит, взял диссимилейт стан, да? С лордару бы, кстати, плотности тоже побольше Быстро рассыпается Вот, кстати говоря У ДП Талант на экзорцизм хейст Работает против буржа шедо демона? То есть не получает хосту? Или нет? Нет Если его пуржинуть По-моему, да По-моему, ДП Ну, не останавливается пуржом В таком случае Ну и вот у нас Скорее всего До следующего Рошана будет Просто АФК-фармежка крипов Продолжение следует... 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 У него 4К Ладно, ему тут... Ладно, он баунти заберёт Он, наверное, всё-таки возьмёт себе байбэк плюс аганим Но... Зачем вообще было этого шэдоу демона пикать? Если он 55 минут, то можно так купить аганим себе Ладно, КДР берёт тайт Как бы, чат, понимаете? Шэдоу демон взят с единственной функцией здесь С единственной Это контрить спектру Нажать аганимный пурш в неё И законтрить её пассивки У неё не работает ни дисперсия, ни дизолейт Она не может нормально двигаться по драфке Она очень быстро умирает Под дровкой Ладно, можно было бы сказать ещё, что и ДП тоже шэдоу демон подкантривает Но, по-моему, шэдоу демона до ДП пикнули Если мне не изменяет память Я уже не помню, что было там час назад на драфте Ну, ладно, не будем об этом Допустим, пикнули шэдоу демона после ДП После спектры, допустим Для ДП это тоже неприятно Но, блин, всё равно Так Блэйд Мэйл жмёт спектр Отступает под солоером лоу Как же больно! Так-так-так-так-так Коррозив на ней висит Там, кстати, коррозив-то не диспелится А человек... А, нет, у него байбэк появился, да? Ну, Вингу должны забрать Но это минус спектра Спектра точно выкупается сейчас Всё, можно отсюда имперцам отступать Аганим появляется у шэдоу демона Да езжешь! Да езжешь! Может показаться, что я болею за команду Эмпайр? Ну, на самом деле у меня собака очень гулять хочет Поэтому, да, наверное, я отчасти болею за команду Эмпайр Но за шэдоу демона я просто переживаю Реально, всем сердцем У меня сердце кровью обливается Когда я вот вижу, как ему Аганим вот этот не отдают И ещё что-то Он дофармил этот Аганим с байбэком Ну, не мига, давайте Сейчас будут они пытаться сопротивляться Спектра, естественно, пока что не выкупается Блин, чё делать-то? Ну, надо дать реведж хороший И рефрешер И ещё один реведж Напали на ШД, хорошо Минус Сайон Диск Сразу же Сайюш кушает сыр Прячется в Дизрапшн Винга выкупается Дровка начинает лупить Минус Лина Слардар очень-очень жёсткий Челзен Ван пытается отсюда отступить У него нет маны, нет реведжа И он... Всё! Всё! Пурш на Спектру Спектра ничего не может саганить Посмотрите, она умерла за три удара Дровки Ну, там у дровки Аегис есть Спектра умирает без бая ДП умирает без бая Ну, имперцы, конечно, молодцы Они... Ну, эту игру я считаю, что было очень сложно проиграть То есть вот после того момента, как вот здесь на 10-й минуте ошиблись немига с тремя реведжами Ну, реведжами С тремя масс-ультами Вот реально прям проиграть эту игру было довольно трудно Как мне кажется, вот в моём понимании Но имперцы, блин, там подзабросили, тут подзабросили, тут себя переоценили Там неаккуратно сыграли Ну, и вот, пожалуйста, 56 минут И реально было близко Немига Они на самом деле могли сыграть вот в тех моментах, когда они пушили хайграунд Во-первых, убив саппортов с экзорцизмом не давить там, куда попало А просто забрать бараки с экзорцизмом Забрать контроля карты Первый раз, когда они напали, они же там дровку вроде убили, да? Вот дровку убили, у вас Аегис сыр, всё есть Ну, присоните вы соперника, заберите вы ему сторону Раз вы этого не сделали Второй раз вы напали Дали ревельдж, дали экзорцизм, дали хаунд Убили двух саппортов Байбеков ни у кого нет Но заберите вы бараки Такое ощущение, как будто вот Ну, имперцы с красной тряпкой вот прям как перед быком Своими героями елозят перед глазами немиговцев И они, ааа, бежать, бежать Под фонтан, под фонтан, под Т4 Ну, классика, что СНГ Дота За это мы её и любим Ладно, имперцы побеждают у нас со счётом 2-0 Неужели это случилось, заканчивается моя смена С двумя матчами со счётами 2-0 Я просто уже не комментировал такие У меня все серии были 2-1 Вот вообще все Все серии, которые я комментировал на протяжении месяца Они все были со счётом 2-1 Ну, не знаю, как то Довольно явно имперцы И явно довольна моя собака Потому что она сейчас идёт гулять Ей не придётся терпеть ещё целый час Вот, всё, чат Всем спасибо, все свободны Там, по идее, что-то ещё должно идти По доте, я не знаю Может, даже посмотрю сейчас Куда-то вас перенаправить Я думал, может, сегодня постримить Раз мне чуть получше стало Но, наверное, не буду ничего стримить Отдохну ещё Завтра постримлю Так-так-так Ну что, чат, куда пойдёте? Куда вас направить? А, нет, стоп У меня завтра Юго-Восточная Азия Класс, чё Очень вкусно, спасибо Так, Европа Европа на БТСе, наверное, ещё играет, чат Там на первом канале Ликвид Брейм Хан, Йеллоу Субмарин И потом победители этих пар Должны друг с другом играть То есть, ну, в принципе Либо Хан, либо Йеллоу Субмарины Играют с Ликвидами, скорее всего Вот И при этом И при этом Как бы это наши СНГ, ребята Может быть, что-то получится там Приходите, поболейте Вот, всё Всё, всем спасибо До скорых субтитров До скорых субтитров